Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Александр Родин, я заведующий лабораторией прикладной инфракрасной спектроскопии МФТИ. Но сегодня мы с вами будем говорить не о спектроскопии, а о тех проектах, которые Фистех реализует в сфере арктических технологий, выполняя важную государственную программу. Это первая из серии вебинаров, посвященных программе «Арктические технологии». Мы сегодня поговорим с вами о мониторинге окружающей среды и космического пространства в Арктике. Но прежде чем переходить к деталям, я позволю себе небольшой исторический экскурс, чтобы объяснить, почему вдруг Фистех взялся за, казалось бы, несвойственную задачу, связанную с освоением Арктики. Наверное, не будет сюрпризом утверждение, что Арктика — это вообще такая основа русской цивилизации в течение последних столетий. Действительно, наша самобытная культура и наша страна сформировалась в процессе очень сложного, тяжелого, непростого освоения вот этих безжизненных территорий. И так вот сложилось исторически, что наша страна оказалась единственной, которая сумела на этих пространствах построить государственность, организовать жизнь людей таким образом, чтобы конкурировать с ведущими державами мира. Наверное, будет справедливым сказать, что именно развитие северных территорий, освоение Арктики сделало Россию великой державой. В качестве примера могу сказать, что город Нарьенмар, столица Ненецкого автономного округа, где несколько месяцев назад делегация наших сотрудников встречалась с администрацией округа и выбирала точки для расположения нашей аппаратуры, находится всего лишь в 25 километрах с самым первым форпостом нашей страны в Арктике, острог Пустозерск, который был основан в конце 15 века при великом князе московском Василии Ивановича III. И вот именно с этих мест началась вот эта великая экспансия, русский фронтир, который сформировал в итоге нашу огромную страну. В советский период, безусловно, освоение Арктики тоже было одним из решающих направлений нашего развития. Наверное, в поздний советский период и вообще в послевоенной эти успехи были не так отмечены в медийном пространстве, как, скажем, освоение космоса, развитие ядерных технологий или, так сказать, ракетной техники. Но, тем не менее, весь период существования Советского Союза, арктические экспедиции и развитие этих территорий, исследование, разработка месторождений, развитие социальной сферы составляло важнейшую часть жизни нашей страны. Сегодня граница арктической зоны Российской Федерации, как вот видно на этом слайде, согласно официальным документам, составляет практически всю сухопутную территорию нашей страны за полярным кругом. В ряде восточных регионов в арктическую зону входят территории, которые находятся не в Заполярье. Это связано с особенностями сурового климата в этих местах. Но, тем не менее, видно, что это огромная по протяженности территория. Там, кстати, достаточно значительное население, там живет несколько миллионов человек. И, конечно же, развитие этих территорий и развитие современных технологий при освоении этих территорий составляет важнейшую задачу национальной важности. Почему за это взялся Фистех? Фистех с самого первого момента своего существования брался за самые серьезные вызовы, которые стояли перед страной. И если в советский период это было в первую очередь создание ракетно-ядерного щита Родины, это было развитие мирного освоения космоса, в начале 21 века таким большим вызовом стало развитие биотехнологий, то сейчас, я думаю, опять же не будет большим сюрпризом для вас, что самые большие вызовы 21 века Россия, опять же, встречает именно в этом арктическом регионе. Ну, вот здесь на слайде приведены вот эти вызовы, не в порядке важности, а, наверное, в порядке очевидности. Я не буду рассказывать, так сказать, про геополитические проблемы. Ну, не зря, как вы понимаете, на военном параде 9 мая проходит техника, раскрашенная в арктический камуфляж. Это, так сказать, послание, безусловно, и нашему народу, и другим странам, и народам мира, о том, что мы готовы защищать нашу территорию. Конечно же, всем очевидно, что и арктический шельф, и территория континентальная в арктической зоне содержат гигантское количество полезных ископаемых. Это и, безусловно, биоресурсы уникальной арктической природы. Но, наверное, не все задумывались о том, что Россия, как целостная территория, вся наша огромная страна, по сути, держится всего лишь на двух транспортных магистралях. И если одна из них была заложена еще при государе Александре III, это Транссибирская железнодорожная магистраль, то второй такой магистралью является Северный морской путь. Это важнейшие условия территориальной целостности нашей страны. И, безусловно, поддержка Северного морского пути не просто как транспортной магистрали, но как национальной транспортной магистрали является важнейшим условием мирного развития нашей страны. Безусловно, такие проблемы, как демография, как качество жизни местного населения, как развитие коренных малых народов Севера, тоже входят в важнейшие государственные приоритеты нашей страны. Но есть и менее очевидные факты, о которых очень хорошо знают специалисты, но, может быть, не все задумывались об этом. Все, наверное, слышали про изменение климата и, наверное, слышали, что, например, нынешняя администрация Соединенных Штатов выступает достаточно резко против этой проблематики. Но не все, наверное, знают, что для нашей страны проблематика изменения климата носит совершенно другой характер, поскольку именно в арктических широтах эти изменения наиболее заметны и представляют собой очень серьезный вызов для развития нашей страны. Мы чуть попозже об этом подробнее поговорим. Ну и, наверное, совсем немногие задумывались о том, что арктические широты является своеобразным форпостом, своеобразными воротами в глобальное космическое пространство. И возможность нашей страны контролировать этот форпост и выступать там наравне с ведущими космическими державами мира является условием нашего суверенитета не только на нашей Земле, в том числе и в Арктике, но и в космическом пространстве. Об этом мы тоже с вами подробнее поговорим. Ну, я начну опять же с очевидных вещей, с добычи полезных ископаемых. Вот на этом слайде приведена карта месторождения, очень, конечно, грубая, где показаны вот такими многоугольниками цветными территории, на разработку которых выданы лицензии крупнейшим российским добывающим компаниям. Это и «Газпром», это и «Неватек», и так далее, и так далее. Видно, что практически весь арктический шельф представляет собой очень серьезный интерес в плане добычи углеводородов. Вообще говоря, конечно, добыча углеводородов на морском шельфе — это технология достаточно давно известная. Но, во-первых, для России она не является традиционной, поскольку Россия обладает гигантскими территориями, где углеводороды добываются и на суше. Но в то же время добыча на шельфе связана с крайне жесткими климатическими условиями. И здесь Россия конкурирует с ведущими морскими державами, такими как Соединенные Штаты, как Дания, Норвегия, которые имеют очень богатый опыт и очень глубоко разработанные технологии такой добычи на шельфе. И для того, чтобы не отстать, для того, чтобы успешно конкурировать с нашими партнерами, и не последнюю очередь этот процесс был подстегнут теми санкциями, которые были наложены на нашу страну, в рамках выполнения программы «Арктические технологии» на Фистехе в структуре Института арктических технологий был создан научно-технологический центр морской геофизики, который занимается разработкой технологий, компетенций, исследованиями в области морской геологоразведки. Эти компетенции можно так грубо классифицировать на три больших области. Во-первых, это собственная разработка аппаратуры, систем, датчиков, комплексов. Это разработка алгоритмов и программного обеспечения для обработки и интерпретации данных этих датчиков. И это разработка специализированного программного обеспечения, которое позволяет уже комплексно решать те прикладные задачи, которые стоят перед отраслью морской геологоразведки. Это программное обеспечение относится к классу системной инженерии. Это очень бурно развивающаяся область технологии в современном мире, которая охватывает практически все отрасли, начиная от микроэлектроники и заканчивая аэрокосмической промышленностью, и, безусловно, в добывающей промышленности. Вот такой подход, связанный с системной инженерией и созданием специализированного программного обеспечения для глубокого моделирования комплексных процессов, тоже бурно развивается, и физтех здесь играет практически на первых ролях. Но если говорить о непосредственно тех проектах, которые сейчас на физтехе реализуются, то у нас разработан датчик, акустический датчик очень высокой чувствительности, основанный на MEMS-технологиях, которые относятся к новому поколению таких датчиков. Реализуется разработка алгоритмов обработки интерпретации геофизических данных. Здесь мы привлекаем ведущих ученых не только из нашей страны, но и со всего мира. Созданы лаборатории под руководством ученых, которые значительную часть своей карьеры работали за рубежом и вернулись в нашу страну. Есть перспективные проекты, в первую очередь связанные с морской сейсморазведкой сверхвысокого разрешения. Это вообще очень интересная область, связанная с построением таких целых сетей датчиков, с активным воздействием на подводную среду и очень тонкой и глубокой обработкой и анализом этой информации. Как уже было сказано, к перспективным проектам относится специализированное программное обеспечение, которое позволяет оптимальным образом планировать и реализовывать как разведку, так и разработку полезных ископаемых на морском шельфе. Мы считаем, что заказчиками подобной продукции, высокотехнологичной, могут стать крупнейшие добывающие компании, причем не только в нашей стране, но и зарубежные компании. И в сотрудничестве с нашими индустриальными партнерами, физтех старается занять лидерские позиции в этой крайне конкурентной и очень актуальной для нашей страны сфере. В рамках Центра морской геофизики, в сотрудничестве с ним, созданы лаборатории, где основой научных коллективов являются наши студенты-аспиранты, и те из вас, которые захотят и смогут связать свою судьбу с физтехом, поступив к нам в магистратуру, в аспирантуру, также могут влиться в состав этих лабораторий, принять участие в реализации реальных проектов, участвовать в экспедициях, безусловно, получать достойную оплату своего труда, соответствующую рыночным условиям в этой сфере. Так что здесь дорога открыта талантом и мотивированной молодежи, которая готова строить свою профессиональную карьеру в сфере добычи полезных ископаемых на арктическом шельфе. Я перейду к следующей теме, о которой я говорил, связанной с изменениями климата. Почему именно для Арктики этот вопрос наиболее актуален? Вот здесь, на этом слайде, приведен график, основанный на американской климатической модели, разработанной в лаборатории геофизической гидродинамики в Принстоне. Это коллектив, который является основным агрегатором научной информации, связанной с исследованием в области глобальных изменений климата. Эта модель достаточно уже устоявшаяся, наверное, ей порядка 10 лет. Она подверглась самым разнообразным проверкам, рецензиям и так далее. И вот если на левой картинке в таком ракурсе полярном изображена наша планета, на которой вокруг Северного полюса видна такая полярная шапка, это так называемый многолетний лед, то есть тот лед, который не исчезает в теплый летний сезон, то к концу текущего столетия прогнозируется практически полное исчезновение многолетнего льда в области Северного полюса. Интересно, что, кстати, Антарктиде такое потепление не грозит, на это есть свои, так сказать, геофизические причины. Но для Арктики и в первую очередь для России такое очень быстрое потепление представляет собой очень серьезный вызов. На этой картинке тоже приведен график, но это уже не моделирование, это уже наблюдение. И наблюдение за последние десятилетия показывает, что на самом деле и потепление в Арктической зоне, и исчезновение вот этого многолетнего льда по скорости превышает самые пессимистические модельные прогнозы. Так что может оказаться, что в реальности мы потеряем многолетний лед на Северном полюсе значительно раньше, чем прогнозируют современные климатические модели. Ученые пока что не могут достоверно и однозначно ответить на вопрос о причинах, подобных крайне резких изменений климата. Но нам с вами следует задуматься о том, я возвращаюсь к началу нашего разговора, что фактически нашей стране досталась вот эта огромная территория. Мы взяли на себя историческую ответственность фактически за северную полярную шапку нашей планеты по той причине, что ни один другой народ, ни одна другая культура не смогла построить на этих территориях государственность. И для самого существования нашей страны чрезвычайно серьезным вызовом является вот это смягчение климатических условий. Если там, грубо говоря, кроме нас и коренных народов Севера никто не мог жить и развивать цивилизацию, то через несколько десятилетий, благодаря и изменениям климата, и развитием технологий, это может оказаться уже далеко не так. И наша страна может столкнуться с очень серьезными геополитическими вызовами в связи с этим. Но кроме того, есть и чисто экономическое и социальное измерение этих процессов. Вот на этом слайде фотография, которую я сделал в июле текущего года. Мы при содействии администрации Ненецкого национального округа совершили поездку по Арктическому побережью, посетили несколько населенных пунктов. Это достаточно типичная картина поселка, который был построен десятилетия назад, в советский период. И очень многие дома находятся в таком плачевном состоянии. Не потому, что люди там как-то недобросовестны и не ухаживают за этой территорией, а просто потому, что тает вечная мерзлота. Это процесс, с которым мы на сегодняшний день ничего не можем сделать, а по своей разрушительной силе он превосходит потенциал наших вероятных противников по военному поражению этих арктических территорий. Это очень серьезная проблема, которая имеет и научное, и технологическое, и социальное, и политическое измерения. И решена эта проблема должна быть в ближайшие десятилетия. Конечно же, человечество не стоит на месте. Человечество очень много сейчас вкладывает ресурсов в проблему изменения климата, и наша страна здесь тоже не стоит в стороне. Мы подписали парижские соглашения, у нас входит законодательство в силу соответствующее. Но если говорить о средствах мониторинга, то на этой картинке приведена карта распределения углекислого газа. Это один из самых мощных парниковых газов, который дает американская геофизическая обсерватория ОКО-2. Это спутник, который был со второй попытки запущен. Ну и мы видим, что полярные территории этот спутник вообще просто не покрывает. То есть мы даже не знаем, что делается на этих широтах в плане физических процессов, геофизических, которые влияют на изменение климата. Если говорить о более прикладных аспектах геофизического мониторинга, то крайне актуальной является разведка путей, проводка судов усиленного ледового класса по Северному морскому пути и в акваториях портов Северного морского пути. Не секрет, что Россия обладает самым мощным ледокольным флотом в мире, но по мере изменений климата увеличивается период навигации и возникает возможность проводки судов без использования крайне дорогостоящего ледокольного флота. Оптимизация этих процессов, которые имеют очень серьезное экономическое и социально-хозяйственное измерение, может быть сделана с участием современных технологий, связанных в частности с мониторингом ледовой обстановки с помощью беспилотных летательных аппаратов. Вот здесь приведены две картинки. На левой картинке это разработка вертолетов России, на правой беспилотный вертолет австрийской компании «Шибель» с канадской полезной нагрузкой. Идея состоит в том, чтобы в акватории порта, либо на борту ледокола, базировать беспилотный аппарат вертолетного типа, который мог бы нести на себе достаточно развитую полезную нагрузку, позволяющую получать объективную и детальную информацию о ледовой обстановке в окрестностях прохода судов. Это измерение толщины льда, определение типов льда, прогноз движения этих льдов. Задач там масса, глицология наука достаточно глубоко разработанная, очень развитая. И вот физтех в сотрудничестве, безусловно, с ведущими и научными организациями, и технологическими компаниями создает такой комплекс, который включает в себя и летательный аппарат, и средства управления, средства планирования измерений, полезную нагрузку, безусловно, и, самое главное, алгоритмы программного обеспечения обработки, интерпретации данных этой полезной нагрузки. В качестве примера могу привести вот этот пример, как раз опубликованный зарубежными коллегами, как действует ледовая разведка с беспилотного аппарата при помощи радара с синтезированной апертурой. Ну, те из вас, кто имел дело с радиолокацией, конечно же, знают принцип построения апертуры. Для остальных, ну, буквально в двух словах обмолвлюсь. Вот когда мы строим какое-то оптическое изображение, оптическое устройство, это может быть линза или зеркало, объектив какой-то нашей оптической системы, формирует изображение, воздействуя на волновой фронт того излучения, которое пришло от нашего с вами объекта. В случае построения синтезированной апертуры, мы этот волновой фронт как бы регистрируем на разных участках путем перемещения нашего приемника. Это позволяет нам создать такую виртуальную линзу огромных размеров. Эта техника достаточно давно применяется в радиолокации, в частности, в сфере противовоздушной обороны и в сфере дистанционного зондирования Земли. Но когда мы переходим, скажем, со спутников или со сверхзвуковых каких-то самолетов на беспилотные летательные аппараты, тут возникает масса своих нюансов, которые требуют очень серьезного и научного, и технологического подхода. Связано это, в первую очередь, с тем, что, во-первых, сама полезная нагрузка должна быть достаточно компактной, маломассивной, малопотребляющей. И, кроме того, траектория беспилотного летательного аппарата значительно отличается от траектории, скажем, спутника. Беспилотный аппарат подвержен воздействием атмосферных вихрей, он может отклоняться от своей траектории, испытывать какие-то вибрации, болтанку, грубо говоря. И вот работать с такими данными, это тоже очень, на самом деле, серьезная научно-технологическая задача, которая находится на переднем крае современных технологий. Могу сказать, что ни в России, ни за рубежом на рынке пока нет готового решения, которое позволяло бы осуществлять мониторинг ледовой обстановки с борта беспилотников. Это очень серьезный технологический вызов. И физтех со своими индустриальными партнерами и научными партнерами, включая Арктический и Антарктический институт Росгидромета, участвуют в решении этой задачи, в создании такого комплекса. Поэтому, если среди вас есть те, кто мечтает создавать беспилотники нового поколения, решать самые актуальные задачи на этих беспилотниках, то для вас это очень хорошая возможность проявить свои таланты и развить вашу квалификацию. Ну и далее я перейду, наверное, вот к тому аспекту освоения Арктики, которая, ну, во-первых, была неактуальна в предыдущие не только столетия, но и, наверное, десятилетия просто в силу отсутствия этих технологий. И, во-вторых, наверное, не так очевидно для широкой аудитории. Арктика как форпост в космос. Казалось бы, вот где Арктика, где космос, почему это так? Но те из вас, кто интересуется космической отраслью, наверняка знают, что Россия обладает космодромом в арктической зоне, на профессиональном жаргоне он называется Северным полигоном, находится в городе Мирный, называют его космодром Плесецк по близлежащему населенному пункту. Это такая небольшая площадка, где происходят запуски аппаратов дистанционного зондирования Земли, в первую очередь, в основном на орбиты с высоким наклонением. По наклонениям орбиты понимают угол между плоскостью экватора и плоскостью орбиты. Понятно, что если мы запускаем космический аппарат из Байконура, то у нас достаточно четко прописаны поля падения, куда можно уронить ступени от ракеты, чтобы не нанести какого-то ущерба. Именно поэтому плоскость орбиты, что советских орбитальных станций, что станции Мир, что международные космические станции, лежат в достаточно узких пределах, кстати, не очень удобных для наблюдения территории России с этих орбит. У космодрома восточной ситуации немножечко лучше, поскольку ступени могут падать в океан, но тем не менее для запуска аппаратов на полярные орбиты, а эти орбиты очень удобны, потому что мы можем, например, организовать орбиту таким образом, что аппарат будет всегда находиться в одно и то же время суток над освещенной поверхностью Земли. То есть Земля будет вращаться, а спутник будет в системе неподвижных звезд находиться в одной плоскости. Таким образом, сохраняя свое положение относительно Солнца, мы всегда будем проходить в одно и то же местное время с одними и тем же условиями освещения Солнца, это очень удобно в первую очередь для наблюдения поверхности Земли, картографии, мониторинга окружающей среды, для каких-то специальных задач, связанных с разведкой из космоса. Поэтому, безусловно, космодром Плесецк, он крайне востребован как для запусков в интересах дистанционного зондирования Земли, так и для запусков в интересах Министерства обороны нашей страны. Но многие из вас, опять же, наверное, читали о том, что ведущие космические агентства мира, в том числе и частные компании, такие как SpaceX, а также и наше космическое агентство, Роскосмос, госкорпорация Роскосмос, заявили о планах создания крупных сетей, включающих большое, значительное количество космических аппаратов, число которых может исчисляться сотнями. Цель создания таких сетей достаточно очевидна. Это, в первую очередь, связь, это обеспечение постоянного покрытия больших территорий связью с широкой пропускной способностью, упомянутое дистанционное зондирование. В первую очередь, это оперативный мониторинг, когда на одной и той же территории у нас спутник пролетает с интервалом буквально в несколько часов, и тогда мы можем буквально в реальном времени наблюдать за изменениями, которые происходят на той или иной территории. Подобный, кстати, мониторинг уже сейчас осуществляется несколькими компаниями, правда, с не очень хорошим разрешением, с не очень высоким качеством, но тем не менее, это вполне рыночный продукт, который на мировом рынке очень востребован. И мы понимаем, что создание сетей в космическом пространстве это вопрос лет, десятилетий, может быть, но это неизбежный процесс. Космос уже сейчас представляет собой отнюдь не безвоздушное пустое пространство, точнее, безвоздушное, но, конечно же, не пустое. Вот на этой картинке специально я привел такую наглядную достаточно иллюстрацию, как выглядит современное население околоземных орбит. Вот такой диск в условно-горизонтальной плоскости, в плоскости экватора, тонкий такой круг, это геостационарная орбита. То есть на геостационарной орбите спутник вращается с той же угловой скоростью, что и наша планета, и висит постоянно до одной и той же точкой. Это очень удобно, если вы хотите обеспечить постоянную спутниковую связь, вам достаточно тарелку навести на этот спутник, и он будет там небольшие и незначительные колебания совершать, но фактически будет всегда относительно наземного абонента находиться в одной и той же точке. Но, как видите, геостационарная орбита практически полностью уже заполнена. Там нет пустого места, и это совершенно реальная проблема для современных операторов подобных спутников, когда принимается решение о запуске того или иного аппарата на геостационарную орбиту, обязательно решается вопрос о том, чтобы этот аппарат не помешал другим аппаратам. Если же мы посмотрим на то, что делается на низких околоземных орбитах, начиная от нескольких сот километров до нескольких тысяч, то здесь, как видно на этой картинке, это просто такая сплошная пелена, которая окутала нашу планету. И мы сейчас находимся примерно на том историческом этапе, который, если проводить аналогию с наземным транспортом, наверное, происходил где-то в начале 20-го столетия, когда транспорт уже стал настолько плотным, что все крупнейшие города мира были вынуждены принять определенные правила дорожного движения. Вот мы сейчас стоим на пороге создания правил дорожного движения в космосе. Опять же, мы знаем из практики собственного вождения и пользования транспортом, что очень эффективным средством регулирования этого дорожного движения являются автоматические средства наблюдения. И вот такие автоматические средства наблюдения за аппаратами, находящимися на околоземных орбитах, развиваются всеми ведущими космическими державами мира, в том числе и в России, безусловно, такие работы ведутся. И для решения ряда задач крайне необходимо иметь точки наблюдения в полярных областях. Почему это важно? На этой небольшой анимации для определенного ликбеза показаны возможные классы орбит искусственных спутников Земли. Самая большая орбита в плоскости экватора это как раз геостационарная орбита. Здесь спутник вращается синхронно с нашей планетой. Ее пересекает так называемая высокоэллиптическая орбита, у которой точка апогея, то есть максимального удаления от Земли находится достаточно далеко и может даже выходить за пределы геостационарной орбиты. А вот точка пиригеи, то есть максимального сближения с Землей, может находиться достаточно низко. Такие орбиты характерны также для спутников связи, а также для ряда исследовательских спутников, в частности, орбитальных обсерваторий. Для спутников дистанционного зондирования, как правило, характерны более низкие орбиты. Это понятно, потому что с более близкого расстояния удобнее наблюдать нашу планету. И вот здесь как раз приведена экваториальная орбита желтым цветом, а зеленым изображена солнечно-сихронная полярная орбита. Ну и вот такая красненькая, тоже небольшой наклонный эллипс. Это достаточно типичная орбита с высоким наклонением. И вот понятно, что все те аппараты, которые находятся на полярной орбите, они практически проходят над обоими полюсами нашей планеты. И если этот спутник находится на солнечно-синхронной орбите и, скажем, находится над российской территорией всегда в дневные часы, нам будет крайне затруднительно его увидеть на фоне освещенного яркого неба. Ряд аппаратов может заниматься какой-то деятельностью без ведома Российской Федерации и не всегда дружественной. Поэтому для мониторинга наблюдения подобных аппаратов, а также для мониторинга космического мусора, то есть каких-то обломков, остатков или уже отключенных аппаратов, которые прекратили свое активное существование на орбите, которые могут представлять опасность для наших аппаратов, нам необходимо установить точки наблюдения в полярных областях. И одна из задач, которые решает физтех в рамках программы арктические технологии, как раз связана с созданием такой сети арктических телескопов для наблюдения космических объектов. Это крайне нетривиальная задача. В первую очередь, потому что, несмотря на быстрое потепление, все-таки климат в Арктике очень суров, и, как правило, облачность там очень высокая, там не так много точек, расположенных на значительной высоте над уровнем моря, где было бы удобно устанавливать обсерватории. Но, тем не менее, анализ обстановки и климатической, и орбитальной позволяет говорить о возможности создания такой сети автоматических комплексов на основе телескопов. Это небольшие телескопы, как правило, у них диаметр объектива это несколько десятков сантиметров. Это полностью роботизированные устройства, работающие в автономном режиме, и вот расположение этих аппаратов в арктической зоне на разных долготах позволяет создать такую наблюдательную сеть, которая в комплексе будет давать нам очень важную информацию о движении и характеристиках тех космических объектов, которые нас интересуют. Об актуальности такой задачи я уже говорил, он имеет как хозяйственное, так и разные другие измерения, но в целом можно говорить, что создание подобной сети это один из первых шагов к обеспечению суверенитета нашей страны в космическом пространстве. Если говорить о конкретных планах физтеха в развитии этой сети, то буквально в течение месяца мы планируем осуществить экспедицию, которая позволит нам провести первые пробные измерения. В рамках выполнения этой программы до 2020 года мы развернем несколько наблюдательных пунктов в арктической зоне Российской Федерации. Информация с этих пунктов будет стекаться в информационно-аналитические центры МФТИ. Конечно же, мы не беремся решать все задачи самостоятельно. Мы работаем в тесной кооперации с нашими индустриальными партнерами. кооперация у нас очень такая именитая. Это ведущие предприятия нашей космической отрасли, это ведущие научные школы нашей страны, институты развития. институты самое главное, что в рамках выполнения этой программы Фистех сможет создать комплекс, который будет обладать возможностями, которыми пока ни наша страна, ни наши зарубежные конкуренты не обладают. Это крайне интересная сфера деятельности, которая имеет как прикладное значение, так и фундаментальное. Мы будем наблюдать в том числе и всевозможные природные явления с помощью вот этой наблюдательной сети. И если у вас есть живой интерес к космосу, к наблюдательной астрономии, и вы не боитесь экспедиционных работ, не боитесь крайнего севера, то для вас это будет очень интересный опыт такого живого участия в этой крайне актуальной работе. Ну, на вот этой минуте я позволю себе завершить. У нас остается какое-то время на ответы на вопросы. Если у вас такие вопросы накопились, я буду рад на них ответить. Спасибо. Хорошо, уважаемые коллеги, если вопросов нет, тогда мы с вами ненадолго расстаемся, и наши коллеги, руководители направлений в рамках арктической программы расскажут вам в ближайшем будущем о других направлениях деятельности физтеха и о возможностях, которые вас ждут в аспирантуре и магистратуре нашего университета. Спасибо. Спасибо.